С посадком уже относимся как-то так, философски. Ну и проделываем следующее мероприятие. Снова прогреваем горлышко. Смотрите, прогреваем руку. Пробку держим вот таким вот образом. И вынимаем пробку непосредственно над самой спиртовкой. Теперь берем петлю и попробуем. Снова изъять из нее высокими целью. Сама техника лабораторных работ это отдельная история. И каждый, как ювелир, у каждого своя техника, свой способ и своя работа. Но старайтесь не делать вот этих ошибок. Когда у вас открытая пробирка, нельзя делать поступательные движения. Вот таким вот образом, когда она вскрыта. Потому что когда вы делаете вот такое движение, вы собираете воздух внутрь этой пробирки. Поэтому если пробирка куда-то нужно переносить, то стараться, чтобы она проносилась таким вот образом. То есть, как вот я показываю. То есть, запаянным концом. Иначе, если мы будем вот так вот подбирать из воздуха все, весь саппыль и весь мусор, который у нас находится, то вряд ли у нас когда-нибудь что-то получится хорошее. Прогрели петлю. Пока петля остывает, прогреваем снова. Тампон и пробирку. Теперь О температуре Самой петли можно судить, если у нас, вот видите, сейчас я вот касаюсь агара, он плавится. То есть, это говорит о том, что Вы поняли, в общем, о чем говорится. Возьмем очередной потенциальный кусок, вносим и оставляем. Всегда нужно делать самих попыток, самих пробирок, самих проб, нужно делать много. Это главное правило успеха любой микромикологии. Никогда у Вас не дождетесь Вы никаких положительных результатов. Если Вы думаете, что Вы возьмете одну пробирку и с одной пробой у Вас что-то получится там высеять или все остальное. Я делаю, например, вот эти мероприятия, я уже предполагаю, что какое-то количество из них будет неудачными, какое-то количество испортится, а что-то из этого всего будет в дальнейшем использовано для работы. Ну и ничего страшного в этом всем нету. Если даже у нас в процессе вот этих всех мероприятий у нас что-то не получится, то в дальнейшем нас ждет еще раз одна та же самая процедура, когда мы будем снова заниматься изоляцией какой-то культуры. И будем мы это делать до тех пор, пока или мы научимся делать это чисто, ну мы должны научиться это делать чисто, то есть у нас нету других вариантов. Да что ж такое. Вот, и еще одна такая версия. Обязательно нужно прогреть стекло и обязательно саму пробку. Так, делаем дальше. Отрезаем кусочек агара вместе с мицелием. Вот здесь нас ожидала неудача, но здесь я уже не покладаю больших надежд, потому что сама маточная наша емкость, она длительное время уже открыта, то есть скорее всего, что она будет инфицирована каким-то образом. Поэтому, поэтому, ну поэтому так, ну вы поняли. Значит, еще осталась все-таки одна емкость, с ней мы поступим таким вот образом. Ну не одна. Что-то куда-то здесь подсосало воздух. Возможно, вот у меня уже подозрение, что из этой емкости у нас вряд ли что-то хорошее получится, потому что в момент вскрытия слышно было этот звук. Такой нехороший, скорее всего, туда подсосало воздух и эта проба будет испорчена. Но уже раз мы занялись таким делом, то мы его уже доведем до конца. Мы еще раз. В принципе, я объяснял на предыдущем видео. Я вам рассказывал, что уже с большой серьезностью к этой емкости относиться нельзя, вот именно с маточной культурой, которая у нас есть. Потому что она инфицирована вот тем бактериозом, который скорее всего, все-таки ее, ну она фактически испорчена. Мы пробуем из нее изъять самочистую культуру. Поэтому вот такое дело. Делаем еще раз. Изъятие мицелия, может быть, мы попробуем такой. Хорошо закупорили. Вот еще одну. И последняя задача, которую мы ставили перед собой, это была задача попробовать смыть вот этот бактериоз оттуда спиртом. Не знаю, что из этого получится. Я думаю, что, скорее всего, ничего хорошего из этого не должно получиться. Но все-таки мы возьмем и попытаемся. Возьмем кальчетку со спиртом, хорошо обработаем. Вот наш капиллярчик. Хорошо промоем его спиртиком. Можем даже его там немножко сжечь. И теперь берем некоторое количество спирта. Что-то попало непонятное. Вата или что? И вот на саму вот эту колонию. Этого бактериоза наносим спирт. Здесь просто так повезло, что они находятся сбоку. Что в дальнейшем даже с этим делать, я честно даже... Да, есть такой вот сбоку советник говорит, что это вырезать. Но, скорее всего, когда мы будем это вырезать и выносить из емкости, то мы закончатся тем, что мы размажем просто вот эту всю гадость по посуде. Ну и все равно затея себя не оправдает, но... Ну, в принципе, что нам там особо волноваться? Да никто не умрет от этого. Все равно саму культуру шампиньона мы хорошо отсеяли уже. Давайте мы это вытащим вот таким вот образом. Ну, не знаю, если у меня это все получится, то... Дадут мне Нобелевскую премию. Продолжение следует...